Это новости на канале ФКТ в студии Ольга Десятого. Здравствуйте и смотрите сегодня. 46 людей с ограниченными возможностями здоровья приехали на фестиваль молодежи. У каждого разные недуги, но всем им комфортно в Сочи. Узаконить свой бизнес захотели редкие владельцы автомоек. В Сочи подвели промежуточные итоги мониторинга. Сочинец вошел в десятку лучших педагогов-психологов страны. Таковы итоги Всероссийского психологического форума. Посол проекта «Самбо в школу» провел в Сочи занятия для тренеров. Наш край одним из первых включился в этот проект. Кирилл Мефодиевские чтения. В Краснодаре собрали около тысячи участников. Это священнослужители, педагоги, представители власти, руководители районных управлений образования и казаки. Перед началом работы форума с приветственным словом к участникам обратился Вениамин Кондратьев. Глава региона отметил, что вера всегда формировала нравственные ценности народа, но прийти к ней каждый человек должен сам. Нельзя заставить себя верить, друзья, ну и нельзя заставить верить наших детей. Поймите меня правильно, собственным примером. Только собственным примером мы сможем привести их к вере. Они просто за нами пойдут. «Я даже не помню, сколько было мне лет, когда отец привел меня в храм. И не могу даже вспомнить. Но он ходил в храм и меня с собой приводил. Отца нет, но я хожу в храм, и дети мои тоже ходят в храм». Просветительский форум на Кубани проводят каждый год. Сегодня одной из основных его тем стало духовно-патриотическое воспитание молодежи. И продолжаем. Мэр Краснодара получил замечание от губернатора за подготовку к отопительному сезону. Сегодня на совещании по контролю за исполнением поручений Вениамин Кондратьев рассказал о многочисленных жалобах, которые пишут люди. По их словам, почти во всех микрорайонах города батареи в квартирах оставались холодными, когда температура на улице резко упала. «ТСЖ и управляющие компании в заявительном порядке подают самостоятельно уже заявление на пуск тепла в конкретный каждый многоквартирный жилой дом». «Давайте хватит отчеты. Какие-то там топительные нормы введены. Слушайте, с 11 числа вы ввели топительный сезон. А 1 числа что нужно было? Растираться, что ли? Или что, чтобы согреться?» «Ниже 10 температура не опустилась». «Коллеги, вот я вам обещаю, если будут поступать жалобы с очередными похолоданиями, я просто отключу мэрию Краснодара от тепла. Вот и все. И не включу до тех пор, пока все жалобы не прекратятся. Вот мэрия будет сидеть без тепла. Я вам обещаю это гарантировать». Жалобы на проблемы с отоплением также приходили из Еленджика, Анапы, Новороссийской, Станицы, Ленинградская. После замечаний губернатора главы муниципалитетов пообещали, что никаких перебоев больше не будет. Тепло подается во все дома и социальные объекты. Всемирный фестиваль молодежи и студентов преодолел экватор. Все это время в главном медиа-центре идут панельные дискуссии, разворачиваются увлекательные мастер-классы. В их числе уникальные сеансы игры в шахматы с закрытыми глазами сразу на 24 досках, которые провел американский красмейстер Тимур Гореев. Делая ходы, он параллельно крутил педали велотренажера. Это, как пояснил спортсмен, необходимо для поддержания кровообращения и ритма на протяжении нескольких часов. «Е7, Е5. Судья исполняет, удостоверяется, что действительно ход сделан и делает ход за меня». С рекордсменом сразился и участник из Сочи Ника Джанашия. Признается, что в шахматах он пока больше любитель. Однако возможность в сражении с известным красмейстером отстоять честь родного города придает ему уверенности. «Собирался на лекцию, но увидел шахматы и не смог удержаться, забежал. Думаю, время 7 минут, и минута 45, думаю, блиц будет. Но в итоге я влип, здесь 7 часов». Итог сеанса впечатляющий. 22 выигранных партии и 2 в ничью. Однако программа фестиваля настолько масштабна, что активности для участников распределены по всему Олимпийскому парку. И не только на земле, но и в небе. Так, экватор форума молодежи вместе с гостями отметила авиационная группа высшего пилотажа военно-воздушных сил страны «Соколы» России. Пилоты группы показали настоящий синхронный пилотаж на истребителях четвертого поколения Су-27. Свидетелями этого неповторимого воздушного действия стали не только тысячи участников фестиваля, но и сотни простых прохожих, которые находились в этот день в районе Олимпийской набережной. 46 людей с ограниченными возможностями здоровья приехали на Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Это не только участники фестивальной программы, но и волонтеры, а также спикеры. У каждого из них разные недуги, но всем им одинаково удобно и комфортно, несмотря на ограничения по здоровью, передвигаться по Сочи и активно участвовать в работе фестиваля. Оценка безбарьерной среды курорта от тех, кто ей пользуется на молодежном форуме, в нашем следующем материале. Геннадий Родин – активный участник Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Для москвича в инвалидном кресле нет никаких преград. Ни в здании медиа-центра, где проходят дискуссии, встречи и мастер-классы, ни за его пределами. В Сочи он бывает как минимум три раза в год, не пропускает ни одного крупного мероприятия. В копилке Олимпиада и Паралимпиада, Формула-1, Кубок конфедераций. Теперь вот и фестиваль молодежи. Второй в его жизни после московского в 85-м. В том числе доступная среда, говорит Геннадий, заставляет его снова и снова возвращаться сюда. Я оцениваю доступную среду в городе Сочи как очень хорошую. Здорово, что вот сейчас есть низкопольный транспорт и маломобильные люди, в том числе инвалиды на колясках, могут поехать на Красную поляну в Сочи, куда-то там сами по себе погулять. Здесь же все красиво, в Олимпийский парк. Люди с ограниченными возможностями стали и спикерами фестиваля. Среди них один из самых известных мотивационных ораторов, символ надежды для миллионов отчаявшихся во всем мире – Ник Вуйчич. Вот он общается с журналистами после одной из самых посещаемых встреч с молодежью, на которую собралось полторы тысячи человек. Кстати, в Сочи он приезжает уже во второй раз. А вообще Вуйчич уже побывал с лекциями в 68 странах. «Участники фестиваля молодежи – это лидеры будущего поколения. Я хочу, чтобы молодежь не обращала внимания на какие-то стандарты, особенно внешние. Мы разные, и в этом красота жизни». Вуйчич также поблагодарил всех волонтеров фестиваля за работу и готовность всегда прийти на помощь. В числе таких – Владимир Тресунов. Он и сам порой нуждается в помощи, но предпочитает ее оказывать другим. Он – волонтер, отвечает за навигацию гостей фестиваля. В свободное время увлекается изготовлением вот таких шедевров из обычных спичек. Как и другие участники с инвалидностью, живет Владимир в специально адаптированном номере в гостинице Олимпийского парка. Говорит, в Сочи не только грамотно продуманная доступная среда. Еще один неоспоримый плюс – это отношения окружающих. «Великолепно. То есть где-то подъехал, в любом месте, где кочки или еще что-либо, тут же подбегут, помогут, тут же в автобус помогают. Таксисты тоже, да, подъезжаешь к ним, они с удовольствием, пожалуйста, они берут, сами посадят, коляску уберут. Поэтому насчет этого нет, а именно с людьми хорошие отношения». Людей с ограниченными возможностями на фестиваль в Сочи приехало 46 человек. Колясочники, инвалиды по слуху и зрению. Все отмечают – Сочи действительно город без барьеров. «Были подготовлены объекты размещения для данных людей, были подготовлены пути их передвижения, связанные с тем, чтобы работали подъемные лифтовые устройства в подземных и надземных переходах, чтобы правильно была выложена тактильная плитка, как ориентир для передвижения инвалидов по зрению». Высокую оценку дают и эксперты, называя Сочи одним из лидеров в стране по внедрению безбарьерной среды. Галина Моисеева, Ольга Десятого, Владимир Киселев, телекомпания «ФКТ». Сочинец вошел в десятку лучших педагогов-психологов страны. В Сочи завершился Всероссийский психологический форум обучения, воспитания, развития. В число победителей вошел Роман Амельченко, педагог-психолог Сочинского центра дополнительного образования «Ориентир». Основным организатором профессионального конкурса психологов стала Федерация психологов образования России. Помимо выбора лучших специалистов в этой области, здесь проходили научно-практические конференции, круглые столы и мастер-классы. Школьные психологи говорили о сопровождении детей в условиях новой школы, о помощи детям с ограниченными возможностями здоровья. Затронули тему сохранения и укрепления профессионального здоровья педагогов. Конкурс является вообще кузницей кадров, которые потом несут свое знание, свой опыт во все регионы нашей большой страны. Мало того, в рамках нашего конкурса еще проходит конкурс психолого-педагогических программ «Новые технологии для новой школы». И лучшие программы у нас в этом году, 43 лауреата, лучшие программы у нас тиражируются. Сочинец Роман Амельченко подготовил на конкурс тему умения читать инструкцию и не поддаться влиянию внешней среды. Это применимо и к инструкции к экзамену ЕГЭ, и к инструкции бытовой техники. Сам автор говорит, что часто сегодня люди не обращают внимания на сопроводительные материалы, а это может привести к ошибке. Конкурс – это практическая программа для повышения профессионального уровня российских психологов. Я узнал много новых методик. Я узнал, что один психолог в школе не воин. Его должны поддерживать и подбадривать учителя, администрация школы. Ну а здесь я подчеркнул для себя много интересного, важного, что-то взял себе в копилку, с кем-то поделился своими наработками. Сочинец Роман Амельченко вошел в десятку сильнейших педагогов-психологов страны. Лучший из них определится 30 октября в Москве. Рейдовые мероприятия по автомойкам и шиномонтажкам выявляют новые незаконные объекты. Сегодня в администрации города подводили итоги мониторинга. Расскажет Елена Авсецина. Рейды по выявлению незаконных автомойок и шиномонтажек продолжаются, а вместе с тем растет и число новых объектов. Так, три недели назад их в городе было 188, сейчас – 212. Только в Центральном районе было зафиксировано 57 автомойок, но сегодня их уже 70. Стало больше пунктов автосервиса и в Хосинском районе. Незаконный бизнес выгоден. Мониторинг выявил 95% этих объектов работают с нарушениями. Отсутствует документация на землю, нет правоустанавливающих документов. Если есть правоустанавливающие документы, то вид разрешенного использования не соответствует тому, что происходит на данном земельном участке. Нет договоров с ресурсниками, с водоснабжающей организацией, нет договоров на водоснабжение и водоотведение. И что самое основное по автомойкам – это то, что практически у единиц оказались очистные сооружения. А это уже нарушение природоохранного законодательства. Нет автомоек ни локальных очистных, ни системы фильтрации воды. Все идет в городскую канализацию, а порой вообще в ливневке. Все владельцы автомоек и шиномонтажек получили последнее предупреждение. До 2 октября они должны были оформить правоустанавливающие документы, появиться в МУП «Водоканал» и спецавтохозяйстве по уборке города для заключения договоров. Но, как отметил сегодня на совещании, первый заместитель главы города МУП Дин Чернит, узаконить свой бизнес мало кто захотел. По старой привычке горе-предприниматели звонят своим знакомым и просят защиты. Но власти города заняли жесткую позицию. Закрыли даже свою муниципальную автомойку до исправления всех выявленных нарушений. По блажке никому нет в этой теме своих чужих. Поэтому отключаем всех и вся. У всех есть шанс восстановиться. У всех есть шанс построить очистные сооружения. И чтобы все стоки, которые попадают на рельеф и в ливневку, соответствовали тому качеству, которое будет проверять «Водоканал» и наш МУП «Водосток». Других подходов нет и не будет. Закрывают не только автомойки, но и шиномонтажки, которые не заключают договор на вывоз отработанной резины. А это опасный класс отходов. Вывозить и утилизировать ее имеют право в Сочи только лицензированные компании. Проверки на курорте продолжаются. Галина Овсецына, Николай Тихонов, Владимир Киселев, телекомпания «ФКТ». Большая территория – большая ответственность. Молдовский сельский округ – один из самых крупных в городе. Работа Совета территориального общественного самоуправления идет здесь в тесном взаимодействии с другими общественными организациями и депутатами городского собрания округа. Молдовский сельский округ географически непростой и является одним из самых крупных в городе. В его составе 8 сел, причем располагаются они как вдоль федеральной трассы, так и в горных районах и больше 17 тысяч жителей. Вопросов здесь приходится разбирать немало. С просьбами помочь в решении той или иной проблемы люди обращаются в том числе и в ТОС. Наиболее результативной оказывается совместная работа общественников и депутатов городского собрания Сочи. У нас три депутата – Гиргишан Константин Васильевич, Афлиди Константин Анастасович и Тазлян Арминак Арминакович. Со всеми тремя мы работаем. В Гиргишан мы сейчас реконструируем стадион на Тимошевской, и он нам пообещал, и так оно и будет, естественно, купить спортивное оборудование, лавочки. Практически отказа ни в чем еще не было. И вот сейчас мы поставили задачу решить вопрос с ФАПом, на встречай-то в ходе. К Афлиди обратились. Он пообещал в течение полутора лет, полгода из них прошло, решить эту проблему. Вопрос помощи ветеранам решается сегодня оперативно. ТОС совместно с депутатами городского собрания Сочи наладил и тесное взаимодействие с Советом ветеранов, в новый состав которого вошли люди, желающие работать, в том числе и бывшие военнослужащие. Мы искали людей. И девизом было не то, что мы вам сейчас все здесь перестроим, а мы будем работать. Для этого давайте вместе реальный конструктивный разговор и реальная помощь. В этом плане и городское собрание помогает, глава города помог, когда сделали объездную дорогу, которая в летнее время дала возможность экстренно выехать из Чайсовхоза. Освещение начали, Лазурную долину асфальтировали. Конечно, люди благодарны. Конечно, с ними сегодня легко находить общество. Здесь налажено и взаимодействие, и существует так называемая обратная связь между ТОСом, депутатами городского собрания и жителями сел Молдовского округа. Именно такая совместная работа дает результаты и заслуживает доверия, но и требует высокой ответственности. Соглашение сразу с тремя партнерами сегодня подписал Сочинский государственный университет. Это фонд «Русский мир», организация «Море идей» и Центр социального развития и инноваций. В чем суть документов, которые стороны закрепили своими подписями, и что предполагает сотрудничество, расскажем в нашем следующем сюжете. Ректор Сочинского госуниверситета и исполнительный директор фонда «Русский мир» ставят свои подписи под соглашением о сотрудничестве. Фонд «Русский мир» занимается популяризацией русского языка и культуры, а также поддержкой программы изучения русского языка за рубежом. С СГУ фонд сотрудничает давно. ВУЗ участвует в грантовой программе организации, проводит на своей базе фестиваль русского языка. Мы рассчитываем, что это соглашение нам позволит двухсторонний процесс организовать, помочь. Это стажировки студентов и преподавателей Сочинского госуниверситета зарубежных учебных заведений такого же профиля. И привлечь сюда студентов, которые изучают русский язык за рубежом, в Сочи на языковую практику. Второе соглашение было подписано с некоммерческой организацией «Море идей». Это также давний партнер Сочинского госуниверситета. Наша общественная организация занимается поиском интересных инновационных проектов. Естественная среда, в которой мы ищем такие инновации, это студенческая среда. Сегодняшнее наше соглашение – это новый этап в рамках нашего родного университета, Сочинского госуниверситета, собрать вот эту активную часть студентов, постараться помочь им найти инвесторов. Ну и третье соглашение было подписано с Кабардино-Балкарским центром социального развития и инноваций. Предполагается, что на базе СГУ будет создан Центр социального предпринимательства, который в том числе и будет оказывать поддержку людям с ограниченными возможностями. Подписание этих соглашений связано с развитием университета, с реализацией программы опорного вуза, статус которого получил наш университет недавно. И, безусловно, сейчас Сочинский государственный университет вообще делает переоценку своих ценностей, рассматривает новые стратегии, новые варианты развития университета. И мы это все стараемся в максимальной степени привязать к прикладным вопросам, связанным с повышением конкурентноспособности региона. В первую очередь, это вопросы, связанные с качеством предоставления туристских услуг и качеством сервиса в Краснодарском крае. Галина Моисеева, Ольга Десятого, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». Мебельный вернисаж в Сочи – это уже сороковая по счету выставка, организованная компанией «Сочи-Экспо». Более 20 мебельных фабрик и салонов со всей России представляют новые коллекции этого года по специальным ценам в выставочном центре на улице Несебрская, 1Б. На этой площадке производители мебели могут предложить свои новинки, найти бизнес-партнеров и узнать последние тенденции в области мебельного рынка. Мягкая корпусная детская и садовая мебель, столовые группы, а также предметы интерьера в разных стилях – классика, барокко, модерн. Есть и эксклюзивные изделия ручной работы. Ассортимент большой. Даже по сравнению с предыдущей выставкой, ассортимент большой. Что касается представленных компаний, ну, надо сказать, что выставка, конечно, региональная, она не очень большая. Хотелось бы, чтобы больше людей сюда привлекалось, приезжали, потому что сам регион очень перспективный. Здесь же очень много курортов, следовательно, требуется, в общем, специфической мебели. Как раз компании, которые представляют эту самую специфическую мебель, участвуют в национальной премии «Российская кабриоль». Сегодня одному из номинантов Александр Гуревич вручил диплом, а после состоялась церемония открытия выставки. Символическую ленту перерезал и первый заместитель руководителя Департамента промышленной политики администрации Краснодарского края. Сегодня они провели закупочную сессию. Это мероприятие, которое нам позволяет использовать площадку города Сочи для развития поставок продукции в сатурно-курортный комплекс, для инфраструктуру сферы торговли и услуг общественного питания. Для краевой администрации чрезвычайно важно использовать это мероприятие, в том числе для продвижения продукции краевых мебельных предприятий. С новинками и тенденциями мебельной индустрии жители и гости Сочи могут ознакомиться на мебельном вернисаже по 22 октября о выставочном центре на улице Несебрская, 1Б. Татьяна Говоркова, Демидь Даниловский, телекомпания ФКТ. Не увядающая классика в современном исполнении. Оценить этот союз предлагает посетителям выставки «Мебельная фабрика» Марина. На таких подушках мог бы, наверное, отдыхать и король. Именно классические, проверенные веками линии и стали основой для создания продукции мебельной фабрики «Марина». Мы изучили спрос на рынке и поняли, что наша ниша – это именно классическая мебель, которая сейчас начинает пользоваться наибольшей популярностью. 90% моделей раздвижны, то есть могут красиво стоять в гостиной, а в нужный момент приютить гостей на мягком ложе. К слову, что именно будет создавать эту мягкость, пенополиуретан или пружинные блоки, решает сам покупатель. Также всегда есть возможность выбрать цвет и качество ткани – от экономичной до роскошной. Даже если нужной нет в каталоге, сотрудники фабрики выпишут ее у производителя. Есть и более дорогая кабинетная линия. Эта мебель не трансформируется, но радует глаз изысканностью форм. Мы применяем в изготовлении нашей мебели, естественно, в каркасах. Это пиломатериалы натуральных хвойных пород, фанера, частично ДСП. А в отделке, в декоративных элементах – это пластиковые элементы. Предприятие работает на мебельном рынке пять лет, но уже получило репутацию проверенного и ответственного партнера. Девиз коллектива фабрики – «Ценим ваше доверие, бережем свое имя». Диваны от «Марины» поставляются в Москву, Санкт-Петербург, Челябинск, Якутск, Астрахань – знакомы жителям всего Северокавказского федерального округа. Ознакомиться с полным ассортиментом фабрики можно на сайте предприятия мебель-дефисмарина.ру. Заказ будет выполнен и доставлен в течение 28 дней. Для этого на предприятии существует собственный автопарк. Также фабрика заинтересована в новых деловых партнерах в Сочи. Мебельный ряд фабрики «Марина» можно оценить в дни работы выставки в павильоне на Несебрской 1Б. Лесоперерабатывающий комплекс «Солонин лес» представляет свою продукцию в Сочи. Наши предприятия реализуют мебель ручной работы и прочие изделия из твердых пород дерева. Компания «Солонин лес» занимается деревообработкой на протяжении 15 лет. Базируется лесоперерабатывающий комплекс в Краснодарском крае в станице Воронцовская. Ключевое направление предприятия – производство классической мебели в лофт-стиле с использованием деревянных слейбов. Для изготовления продукции используются ценные породы древесины. При производстве есть свои делянки так называемые. Мы сами заготавливаем древесину. У нас комплекс сушек. Сами сушим и перерабатываем полную до конечного продукта. Обставляем интерьер гостиничный, ресторанный, также индивидуальных частных лиц. То есть это может быть кухня в этом стиле, это может быть спальня в этом стиле, вплоть до ванны и туалета. Это все очень красиво и модно и современно. Для того, чтобы дерево всегда имело привлекательный вид и не подвергалось воздействию окружающей среды, все изделия покрывают специальным маслом. Эта технология самая практичная на рынке и удобна в бытовом применении. Фирменный стиль предприятия – резьба по дереву. Мастера создают шедевры не только на корпусе мебели, но и отдельные картины. На создание этой ушло полгода. Кроме того, Солонин Лес изготавливает уголь, поддоны, лестницы и пиломатериалы. Компания готова выполнить любые заказы и сотрудничать с мебельными фабриками и предприятиями по производству атрибутики для бань, саун и садовой мебели. Вся информация на сайте salonindefisles.ru На мебельной выставке в Сочи можно найти и эксклюзивные изделия. Лавку уникальных вещей и решений представляет компания «Лувр». Вечная спичка шнурки нового поколения для ленивых, сварочный карандаш, которым можно заваривать стыки и пробоины на любом металле, керамике, фарфоре и шифере, а также суперпластырь. И это далеко не все новинки, которые пришли на рынок. Всего порядка 30 наименований товаров, которые долговечны и просты в применении. Например, в обычном магазине не найти молекулярный клей, который может за считанные секунды приклеить резину, металл, ткани, пластика и прочие материалы. От личного помощника только в компании «Лувр» найдут садоводы. Сверхмощный секатор без особых усилий отрежет крупные ветки и стебли. Есть чему удивиться и рыболовам. Это рыбочистка, которая заняла первое место на международной выставке охоты-рыбалка. Чистит она этими ромбиками, чешую срезает на бок. И чистите, как привыкли, но чешуя у вас не разлетается в стороны. Кухня чистая и чистит даже рыбу с мелкой чешуей. Компания «Лувр», которая расшифровывается как «Лавка уникальных вещей и решений», находится в Краснодаре. Работает с поставщиками по всей России и за рубежом. Всю информацию можно найти на сайте luvr23.rf. Посол федерального проекта «Самбо в школу» провел в Сочи курс повышения квалификации тренеров. Краснодарский край входит в число регионов России, где проект реализуется одним из первых. В Сочи под эгидой городской федерации борьбы дзюдо и самбо в проекте приняли участие школа номер 26, а также 6-я гимназия. Заслуженный мастер спорта России, посол проекта «Самбо в школу» известный самбист Дмитрий Лебедев провел на базе 26-й школы семинар для сочинских тренеров, в рамках которого были разъяснены новейшие подходы в тренировочном процессе. Закончилось занятие своеобразным зачетом, в ходе которого Дмитрий Лебедев исправлял допущенные ошибки и общался с молодыми спортсменами. Также Лебедев встретился с руководством 6-й гимназии, которая официально подала заявку в Министерство образования для участия в проекте «Самбо в школу». По результатам визита именитый чемпион остался доволен работой сочинских тренеров и заметил, что ставит Сочи в пример как город, где активно развивают адаптивное самбо. Ну и в завершении информация от наших партнеров. Стоматологическая клиника «Валет Денталь» проводит акцию от производителей «Брекет Систем». Исправление прикуса у детей и взрослых школьникам скидка 30%. Чайковского 3, телефон 254-5707. Ну и все новости уже на нашем сайте fkt.com. На этом я с вами прощаюсь. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...